И снова здравствуйте. Как мы видим, технологии как бы все никак не догонят наши потребности. Я сюда опоздал из-за ошибки навигации Яндекс.Навигатора в Яндекс.Такси. В результате в процессе я не смог оплатить поездку в такси. Из-за того, что у водителя не было сдачи, и по счастливой случайности удалось оплатить это переводом с карты на карту. Что как бы подсказывает, что технологии где-то может быть очень сильно меняют нашу жизнь, но не настолько, насколько нам хотелось бы. И первый слайд. Профессии будут кардинально меняться или исчезать каждые 10 лет. Это вся информация, которая здесь я вам буду рассказывать, она в абсолютном большинстве придумана не мной. Это всякие исследования известных и не очень людей, компаний и так далее. И вот есть такое мнение, есть такие исследования, что профессии будут кардинально меняться каждые 10 лет. Этот тренд уже начал проявляться в Европе. В Европе люди в 30-40 лет меняют свою профессию массово. Это массовое явление. И меняют они ее не потому, что дети выросли, можно заняться наконец-то чем-то там, чем всегда хотелось, не знаю, рыбок выращивать и так далее. Меняют они потому, что просто их профессия исчезла. Или там не нужно столько людей, сколько нужно было раньше. Опять же нужно понимать, что я буду здесь в частности говорить про профессии, что то, что профессия исчезла, это значит, что она исчезла из массового рынка. То есть все мы понимаем, что, наверное, где-то есть, например, специалист по плетению лаптей, скорее всего. И мне кажется, что он востребован и, скорее всего, даже неплохо получает. Но профессия вымершая. И как бы основную часть своего рассказа я хотел бы посвятить именно тем профессиям, которые, по мнению очень многих людей, вымрут как раз в течение 10 лет. А потом мы поговорим немножко про последствия всех этих изменений. Первая профессия – это бухгалтер. Родилась она где-то в 4 веке до нашей эры. И ожидается, что она в 2026 году окончательно умрет. Лично мне кажется, что она умрет даже быстрее. Профессия бухгалтера вообще стала массовой и достигла расцвета в период промышленной революции, когда объем производства и сложность экономики достигли таких объемов, что нужно было очень много производить расчетов. А еще нужно было именно производить расчеты. Ну, то есть бухгалтера считались именно счетоводами в большей степени. Сейчас это как бы еще специалисты по определенному праву там. Раньше это было скорее человек, который считает. Human calculators, как их называли. Например, в основном этим занимались женщины. И в период разработки атомного оружия в Америке и в России были целые комнаты, заполненные бухгалтерами, которые производили сложные расчеты. Сейчас понятно, что бухгалтером можно заменить компьютер абсолютно полностью. Профессия потихонечку сейчас сжимается, то есть на рынке труда уже бухгалтеров требуется не очень много. И в течение совсем небольшого времени бухгалтер в принципе исчезнет. Молодому бухгалтеру сейчас найти работу невероятно сложно. Просто потому что одного опытного бухгалтера, с учетом всего софта, который существует, достаточно, чтобы обслуживать довольно крупные организации. Промышленный рабочий. Это тоже профессия, которая возникла в период промышленной революции. И в данный момент она очень массово умирает. Потому что производство роботов, роботизированных устройств для заводов достигло таких масштабов, что цена каждого робота упала и стала экономически эффективнее в очень многих странах. Понятно, что я говорю не про все страны. В очень многих странах стало эффективнее банально заменять людской труд роботами. Причем есть роботы фантастические в принципе, которые умеют обучаться на ходу и повторять просто движения рабочих, ну любые абсолютно. на снимке слева вы видите завод KIA, на котором в смену, если я не ошибаюсь, работает там порядка 10 человек. При этом количество машин, которые выпускает этот завод, понятно, довольно существенное. Врач-диагност. Тоже профессия, которая исчезнет. Многие удивляются примерно как всем известный персонаж, потому что профессии очень много лет и многие не верят, что на самом деле вот такое может произойти. Но компания IBM, когда-то доказавшая, что компьютер может быть массовым и всем доступным, теперь доказывает, что компьютер может осуществлять совершенно фантастические вещи. Они создали, ну как называют они, суперкомпьютер IBM Watson. На самом деле мы все понимаем, что это набор алгоритмов скорее, чем суперкомпьютер. Так вот, этот набор алгоритмов изначально был создан для того, чтобы понимать написанный человеком текст. Любой. Например, как источник данных, один из источников данных, он использует большую английскую энциклопедию. Ему просто выдали этот массив данных, он его прочитал и понял. Так вот, этот, собственно, IBM Watson диагностирует, один конкретный пример, диагностирует рак лёгких, вид его, тип лечения и так далее, с точностью 90%. Тогда как у врачей, у людей, эта точность достигает всего 50%. У врачей-специалистов. Представляете, вот какая разница, да? Человек с точностью специалист, хороший специалист, диагностирует рак с точностью 50%, и алгоритм, который это делает, с точностью близко к 100%. А ведь он обучается. Есть ещё один интересный пример, который мне кажется показателем. В одной из клиник, я могу ошибаться, но, насколько я помню, это был Израиль, была женщина, которой никак не могли поставить диагноз, правильно, поставить диагноз и, собственно, назначить лечение. Продолжалось это довольно долгое время, довольно долгое время, и в результате предложили использовать вот IBM Watson. Загрузили туда через интернет все данные, и примерно через 10 минут алгоритм поставил диагноз. Это была сложная, довольно редкая вариация лейкемии, и предложил несколько вариантов лечения. Это реальный пример, который произошёл даже не вчера, это там то ли год, то ли два назад произошло. Поэтому действительно врач-диагност где-то в 2022 году в развитых странах будет заменён на алгоритмы. IBM Watson и его диагностическая программа для конкретно раковых заболеваний уже доступна сейчас через облако. Любая больница может к нему подключиться. С ростом количества данных я думаю, что IBM, скорее всего, будет понижать цены вплоть до нуля. Собственно, после чего у каждой больницы вообще не будет смысла нанимать врачей, которые будут заниматься диагностикой. Зачем? Если это сделает дешевле и лучше, что самое главное, алгоритм. Продавец-кассир. Тоже интересная история. Появился продавец-кассир, именно продавец-кассир в 883 году, когда опять же в ходе промышленной революции появились магазины. Затем вот как раз в 83 году был изобретён кассовый аппарат как следствие розничных магазинов. И сейчас что происходит? Ну, во-первых, даже в Москве, в России массово довольно внедряются технологии самостоятельной оплаты. Пока что не сканирование. Русские не доверяют друг другу. Мы всё время думаем, что кто-то что-нибудь украдёт у нас. Поэтому сканировать не дают людям. Вот если вы, например, в Литве или в Польше там сходите, в некоторых магазинах, там есть такие будки, где можно самому просканировать товары, которые вы купили, и потом зайти и их оплатить. В России, ну, такие технологии пока не приживаются по разным причинам. Тем не менее, в Москве, в Калуге есть, допустим, магазины Ашан для самостоятельной оплаты. То есть кассиры вам сканируют товары, а вы оплачиваете их уже самостоятельно в машине. Пик всех технологий селф-чеккаут был достигнут буквально недавно. Был открыт магазин Amazon Go. Может, вы слышали о таком. Это, в принципе, потрясающая довольно технология, которая выглядит для меня лично невероятно. Вы устанавливаете приложение на свой телефон, заходите в магазин, в магазине стоят турникеты. Вы прикладываете телефон к турникету, проходите в магазин, берете все, что вам надо и просто выходите из него. Все. Оплата происходит автоматически. Умные алгоритмы, в частности, алгоритм компьютерного зрения, определяют, что вы взяли на полку и положили в корзину. Если вы это вернули обратно на любую полку или вынули до выхода, алгоритм тоже это учитывает. И надо понимать, что это реальный магазин. Он уже открыт. То есть, это технология, которая готова идти в массы. Когда, в принципе, в магазине никто не нужен, кроме покупателей. И это прекрасно. Нотариус следующая профессия, которая, скорее всего, исчезнет следующие 10 лет. Заверение документов вместе с распространением цифровой подписи, что происходит и в России, в частности, уже не является таким актуальным, как и очень много других рутинных операций, которые выполняет нотариус. Часть заменяет цифровая подпись, часть его функций, заменяет блокчейн. Я думаю, что вы все знаете, что такое блокчейн. Или хотя бы что такое биткоин. Кто не знает, что такое блокчейн или биткоин? Три, четыре, пять. Хорошо, смотрите, очень просто. Ваши коллеги с математических факультетов объяснят, куда лучше меня, но очень просто. Это технология распределенного хранения цепочек данных, которая обеспечивает непрерывность этой цепочки таким образом, что ее нельзя изменить где-то в процессе. Это технология блокчейн, на которой основаны криптовалюты, в частности биткоин. Также на ней основано очень много, например, сейчас технологий, связанных с нотариальными услугами. Есть целая куча стартапов на Западе, которые полностью заменяют нотариусов. Есть также мнение, которое высказал, по-моему, самый компетентный человек в области банкинга это Ерман Греф по поводу того, что технологии блокчейн и бигдата, в частности, они в принципе уберут необходимость в банках, в том числе, не только в нотариусах, но и во всех посредниках между людьми и банковскими операциями. Рабочий строитель. Тоже прям довольно свежая информация. Люди строили всегда и всегда это были люди. Я затрудняюсь сказать, когда было что-то похожее на то, что происходит сейчас. А что происходит сейчас? По оценкам экономистов, уже не футурологов, а уже экономистов, в Объединенных Арабских Эмиратах через 20 лет более 25% зданий будут построены 3D-принтерами. В России эта технология тоже развивается. Уже появились несколько компаний, которые поставляют и производят 3D-принтеры для промышленного строительства. Так как сама технология 3D-печати развивается ну просто невероятными темпами, скорее всего в течение лет 10 профессия строителя медленно угаснет. она и не исчезнет, конечно, где-то нужны будут люди, которые умеют скласть кирпичи друг на друга, но это будет уже скорее редкость. А как вы спросите, как на счет строительства небоскребов? На деле строительство небоскребов оно не сильно отличается. там смотря какую вы технологию строительства будете использовать, но сейчас самая популярная, насколько я знаю, технология, это технология, когда в центре небоскреба ставится как бы основание бетонное и вокруг него наращиваются уже там жилые или офисные каркасы, этажи. И я не вижу здесь причин, почему 3D-робот не может печатать этот каркас. Это когда есть стекла стекла, конечно, скорее всего он не будет укреплять, сам закреплять. Для этого будут специализированные роботы, которые это, в принципе, делают. Так же, как они их чистят, например. Но печать самого здания будет выполняться роботом. Это дешево. У нас же все считается в деньгах. Как только становится дешевле купить робота, чем нанять бригаду строителей при сравнимом качестве, а иногда даже при потере качества, сразу покупают робота. Поэтому очень долго тормозилось внедрение промышленных роботов на заводах. Потому что было просто дешевле нанять людей, чем поставить робота. Пусть даже они ошибаются. Секретарь. Следующая профессия, которая, скорее всего, исчезнет. Или личный ассистент. Я думаю, что вы все знаете, уже знакомы с Siri, Cortana и прочими прекрасными девушками, обитающими в ваших телефонах, скорее всего, уже во всех. Это на самом деле уже практически полная замена. Amazon Echo уже, если вы не знаете, что это такое, это как бы тоже такой цифровой помощник, но который поставляется Амазоном в виде реального устройства, такая маленькая коробочка. которую можно поставить дома и разговаривать с ней. Ну, просто дознатствует будущее. Можно попросить эту коробочку заказать там еды, пиццы, я не знаю, еще какие-нибудь услуги. Можно спросить у нее о погоде, спланировать ваш день и так далее, и так далее, и так далее. Так что, в принципе, с ростом технологии распознавания речи, которые, в принципе, сейчас уже довольно неплохо развились, личные ассистенты скорее всего тоже уйдут в прошлое, поскольку, опять же, роботы экономически эффективнее и лучше будут выполнять эту работу. Я долго думал вставлять ли этот слайд. Я надеюсь, у нас 16+. если не так я промотаю на 16+, где организаторы? Да, хорошо. Тоже очень древняя профессия, не самая древняя, не древнейшая, но тоже профессия. И она тоже, как ни странно, скорее всего, будет существенно подавлена. Я не считаю, что она исчезнет, но существенно подавлена. Вы знаете, что вообще индустрия порнографии это самая интересная в технологическом плане индустрии очень долгие годы была. Например, в общем-то благодаря этой индустрии Blu-ray выиграл у других технологий плотной записи на оптические носители. Такой вот факт. Сайты тоже вот этих прекрасных людей, они всегда были прям на пике. Они первые придумали показывать движущиеся картинки как превью для видео. Это прямо они придумали. Для них это актуально, конечно, более актуально, чем для котиков на ютубе, но тем не менее. И уже в оффлайн истории эти люди тоже впереди планеты всей. Например, они были представители вот этой прекрасной индустрии, а были одни из первых, которые сделали совершенно потрясающе реалистичные приложения для Oculus VR. Это очки виртуальной реальности. Логичным продолжением полная замена всех услуг, так сказать. Вот этот робот, я к сожалению не помню как ее зовут, это уже промышленно производимый робот, который можно купить и который в общем-то который я даже не знаю как к этому произведению человеческой мысли обращаться, в общем-то как говорят удовлетворяет довольно много потребностей потребителей, что в общем-то самое главное в любой индустрии. Какие еще профессии в зоне риска? Ну это вот примерный список по-любому из этих профессий я готов ответить, если у вас есть вопросы. У вас есть еще вопросы кстати по профессиям по этому списку? Да, микрофон молодому человеку включенный. Горналист почему вы это самый любимый вопрос у всех моих слушателей. Меня постоянно пытаются подловить на этом. Смотрите, сейчас вообще в принципе большинство информации генерируется людьми. Журналистика как в ее исходном положении это профессия, которая призвана донести информацию до масс. И в этом плане она уже значительно поредела, поскольку ждать новостей где-то, нежели зайти на твиттер и увидит тренды, понятно, что это неинтересно. Аналитическая журналистика, как опять же многие мои оппоненты говорили, а как же аналитическая журналистика, компьютер же не способен проанализировать большое количество информации и выдать интересную статью для чтения. А вот способен. И это произошло уже пару лет назад. В одной из американских газет вышла аналитическая статья по одной из команд американского футбола. У них самая популярная игра по неизвестным мне причинам. Так вот, вышла статья, все было хорошо, пока не выяснилось, что эту статью оказывается написал компьютерный алгоритм. Это был эксперимент, который проводили студенты и профессора какого-то из университетов. Они написали алгоритм, в который они закинули всю информацию, которая у них имелась по этой команде. И он выдал им на гора прекрасно сформированную статью на английском языке. С другими языками конечно будут проблемы, но на английском языке это уже вполне реальная история. Аналитическая журналистика может быть заменена роботами. Технический писатель скорее всего исчезнет. На самом деле я как представитель в какой-то мере программистов я очень за. Потому что всем хочется писать программу, никому не хочется ее описывать. На самом деле очень хороший пример в плане творческой профессии это сейчас набирающая популярность фильтры для обработки видео и фото в художественном стиле. Компьютер не способен создать свой собственный художественный стиль, собственные какие-то новые обороты в языке. Он не способен обогатить язык, но он способен взять невероятное количество информации, которое человечество сгенерировало за все года, пока мы ее способны были записывать и на основе этой информации в таком же стиле, с такими же оборотами, на том же языке выдать какую-то новую информацию. Это да, это он может. И вы все это можете скорее всего наблюдать в своих телефонах, на примере Винчи, и Артиста, и других программ, которые обрабатывают изображения. Простите, а в предотвращении журналов вас не разделал, где произошла статья выложена? Не смогу вспомнить, но на самом деле можно загуглить по можно загуглить американский футбол, аналитическая статья, компьютерные алгоритмы, ну вот на английском только. И скорее всего вы найдете. Да. Про пистолет повара имеется в виду сфера общественного питания или даже повара в ресторанах? Сфера общественного питания повара в ресторанах и повара более того даже дома на самом деле. Если кому-то не слышно был вопрос повар исчезнет из общественного питания или из ресторанов в частности. Смотрите, опять же, я напоминаю, что когда я говорю, что какая-то профессия исчезнет, это не значит, что она исчезнет совсем. То есть, если вы хотите быть поваром, что вполне интересная профессия, становитесь им, потому что эта профессия достаточно творческая и вы сможете найти там свою маленькую нишу, если вы будете прям к этому очень-очень сильно стремиться. Но в большинстве своем фастфуде да, повара уже исчезают. Например, в Японии есть робот, который делает суши уже довольно продолжительное время. Ну, понятно, у них это востребованная информация. Я уже сейчас теперь буду аккуратнее с вещами, источник которых я не смогу вспомнить. То же самое происходит и в промышленном и в домашнем питании. Например, недавно один стартап, название которого я опять же не помню, но вы его можете найти на ютубе, представил прекрасного робота. Это две руки, подвешенные за шасси над кухней, над кухонной столешницей. И эти руки способны повторять движение человеческих рук. Ну, вот, собственно, и все. Все очень просто. То есть, вы ставите этим рукам какие-то продукты, они из этих продуктов что-то готовят. Да? А вот если компьютер может обрабатывать с языковой информацией, выявить новые статисты, то почему ему сложно изучить языки программирования и писать новые программы в новые алгоритмы? А ему не сложно. Новые алгоритмы, то есть, ну, алгоритмы для себя, чтобы себя развить, это пока это уже сильный искусственный интеллект, до которого нам еще там какое-то количество лет надо идти. Опять же, это создание чего-то нового. С этим проблемы. Но на самом деле работа программиста сейчас очень сильно автоматизирована. Ну, то есть, есть так называемый boilerplate из заголов, заготовки, да, для практически всего. Если вам нужно создать там, не знаю, сложный сайт, сложную систему какую-то, вы просто пишете скрипт с какими-то входными данными, компьютер генерирует за вас практически, в общем-то, всю структуру. Вам остается только написать бизнес-логику между. Ну, это уже происходит. Да. Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, почему у нас не сидим для домойщиков и для таксистов? Я вот сейчас прям очень бы хотел, конечно, чтобы таксиста заменили. Но мы говорим о 10 лет, 10 годах. Таксисты позже. По массе причин, основная из этих причин в том, что люди не очень доверяют машинам. Дальнобойщики это история, которая уже сейчас происходит. То есть, уже сейчас происходит массовое тестирование этих технологий и доставка реальных грузов из точки А в точку Б. С точки, ну, как бы навигация, автоматическая навигация, это тоже тестируется, да, и Google, и Uber массово вкладываются в эту технологию, но люди пока все правила, которые на данный момент существуют, предписывают существование человека за рулем. Он должен там сидеть и желательно держать еще руки на руле. Тогда как доставка грузов, там все гораздо проще. Все. можно? Кто? Кто вы думаете? Что вы думаете о такой профессии, как учитель? Вот сейчас очень большие ресурсы вкладывает компания Google именно как это работает с искусственным дизлером и действует на эту сферу. Кто будет? Исходя из моего опыта, эту сферу автоматизировать не получится еще очень долго. Очень долго. Я говорю даже ни о 10, ни 20, ни о 30 годах. Учитель начальных классов, если мы говорим, там в принципе проблема возникает с тем, что ребенок лучше учится у себе подобных. Уже проводились эксперименты по тому, как ребенок усваивает информацию перед компьютером или у живого человека. У нас есть так называемые зеркальные нейроны в мозгу и они просто лучше работают при взаимодействии с живым человеком. По крайней мере, пока мы думаем, что это живой человек. Такая оговорка, да. Поэтому в ближайшие 10 лет скорее всего нет. 20 маловероятно, но уже возможно. Технологии развиваются настолько быстро, что на 10 лет можно кое-как планировать. что там дальше 20, например, прогнозы Рея Курцвилла, например, прекрасного человека, очень умного, на мой взгляд, технический директор Google, они идут сильно дальше. Но мне кажется, что это сильно опасно на такой срок прогнозировать, потому что слишком быстро меняется мир. Один из примеров хороших, как быстро меняется мир, для моей бабушки, которой сейчас 70 лет, это в принципе средний возраст для жителя Земли, для нее поменялось уже 5 технологий освещения за ее жизнь. И она уже в принципе не может понять, что происходит с последними. За мою жизнь скорее всего поменяется технологий 15 освещения, мне так кажется. Мне хочется прожить хотя бы до 70-80 лет. поэтому что будет происходить через 10 лет сказать еще можно. Учителей скорее всего не заменят. Онлайн обучение да, оно есть, но оно как дополняющее, как основное ближайшие лет 5 точно маловероятно. если заглянуть чуть подальше о чем мы говорили. В следующие 20 лет 47% рабочих мест будут автоматизированы. Да, это можно утверждать, что это произойдет. В том числе возможно все профессии, которые не требуют создания чего-то нового. все профессии будут автоматизированы, но опять же не для всех стран. Эти прогнозы все актуальны для развитых стран, быстро развивающихся стран, в число которое входит в Россию, но для стран, которые переживают военные конфликты, которые не развиты, конечно, эти прогнозы работать не будут. Это порождает кучу проблем, о которых мы чуть позже поговорим. Все это называется четвертая промышленная революция или индустрия 4.0. По мнению консорциума немецких ученых и промышленников, которые собрались в 2011 году и решили, что пора все эти изменения как-то назвать. Для четвертой промышленной революции они придумали следующее ключевое изменение. Это переход индустрии интернета вещей в индустриальную часть, то есть на заводы, на производство. Когда производство вещей и вещи в принципе станут коммуницировать между собой для производства других вещей и посредники будут не нужны, как на том заводе Киев, на котором в одну смену работают 10 человек, эти 10 человек уже будут не нужны, потому что машины будут в состоянии сами разбираться в своих проблемах. Все это уже было и не раз на самом деле. Название четвертая промышленная революция должна что-то навевать. я думаю, что вы знаете про промышленную революцию, ее делят на первую или просто промышленную революцию, когда началось массовое производство, на вторую промышленную революцию, третью, и вот сейчас происходит, которая цифровая называлась, сейчас уже происходит четвертая промышленная революция. Каждая из этих революций и еще часть до сопровождалась определенными социальными проблемами. Все это началось на самом деле еще раньше, но в каждый раз люди беспокоились, они отнимут ли машины и их рабочие места. Резонно на самом деле беспокоились. Например, в ходе одной из таких революций в Англии, когда очень сильно развивалось ткацкое производство и освобождали земли лендлорды для пастбищ. Соответственно, их освобождали от кого? От крестьян, условно говоря. И в результате вот этого всего крестьяне, конечно, скапливались в город, но в городе еще не было столько рабочих мест и Англия потеряла 30% населения. Потому что есть нечего было людям. Чуть позже уже, в разгар первой промышленной революции, урбанизация также стремительно развивалась и неоднократно были отмечены случаи, когда рабочие громили машины на фабриках, поджигали фабрики с машинами, чтобы высказать свой протест против того, что машины их заменяют. Также происходила и вторую промышленную революцию, но менее заметно, в третью, в цифровую, когда аналоговый мир стал цифровым, условно говоря. И так же будет происходить и сейчас. Будут социальные проблемы, конечно. Но что интересно, что за каждую из этих промышленной революции шел рост обеспеченности каждого человека, уровня жизни, рост доступности благ мировых информации. Поэтому да, очень многие люди потеряют работу, да, скорее всего будет социальное расслоение, и развитые страны еще более отдалятся от неразвитых вследствие автоматизации труда, введения безусловного дохода, но все это приведет в результате для всего человеческого общества к росту жизни и доступности благ и информации. Да. Простите, хотел бы узнать, а не приведет ли четвертая промышленная революция к тому, что бедные станут еще более бедные, а богатые станут еще более благачи? Ну, насчет того, что бедные станут еще более бедные, нет, точно нет. История нам говорит о том, что это точно не произойдет. Понятно, что точно это значит определенная вероятность. богатые станут еще богаче, да. На самом деле, одним из последствий называют исчезновение среднего класса, так называемого, одним из последствий четвертой промышленной революции. Так вот, почему бедные не станут еще беднее? Потому что уровень жизни общий поднимется. Субъективно они будут, может быть, беднее. Они не смогут себе вставить дорогой имплант в голову для того, чтобы наслаждаться виртуальной реальностью в полной мере. Но у них будет абсолютно полный доступ к еде, воде, развлечениям информации, хорошо, не развлечением информации. И все те блага, которые доступны сейчас обычному человеку, условно говоря, среднему классу, скорее всего, будут доступны бедным. Хотя субъективно они будут себя чувствовать обделенными. Это да. Уменьшение приватности, субъективность информации, социальное расслоение, новые политические системы, это все социальные последствия четвертой промышленной революции, которые мы на самом деле можем видеть уже сейчас. Уменьшение приватности, понятно, каждый из людей, думаю, уже ощущает на себе благодаря социальным сетям. Здесь, возможно, я привел не совсем корректный термин использовал, но я имел в виду на самом деле ровно то, что вы сказали. Машины субъективны и в какой-то мере, точнее наоборот, машины объективны и в какой-то мере как раз в этом и проблема. Была проблема, например, с Фейсбуком во время последних выборов американского президента. Когда в начале компании Фейсбук обвинили в том, что их специальные люди, специально обученные люди, модераторы, за республиканскую партию подкручивают новости, которые появляются. Сукерберг сначала это отрицал, потом сказал, да, хорошо, мы действительно там используем людей и выгнали людей. В результате алгоритм стал вытаскивать как должен был бы наиболее популярные новости, которые в результате все равно привели к такому же результату. Причем, поскольку персонификация достигла уже довольно существенных результатов, если вы каждый из вас зайдете на страницу Фейсбука или Гугла даже, вы получите свои собственные результаты на одинаковый запрос в поиске, например, то люди, которым нравился условно Трамп, а не Клинтон, они видели только новости про Трампа, не видели ничего другого. Информация стала более субъективной. Те люди, которым нравилось Клинтон, в свою очередь, тоже видели только тот пузырь информации вот только тех людей, которым нравилось Клинтон. Персонализация ведет к субъективности, потому что вы теряете огромный пласт информации людей, которые с вами не согласны, у которых кардинально другое мнение, поэтому вы становитесь более субъективным. Да. В научных лабораториях есть тоже очень много проблем. Например, несколько лет назад Шороху наделал алгоритм, программка, которая генерирует научные тексты, и многие из этих научных текстов были опубликованы в научных журналах. Там свои проблемы и субъективностью в том числе, потому что алгоритмы, которые генерировали эти тексты, настолько хорошо справлялись со своей работой, а результат был вроде Яндекс.Весны, не знаю, вы пользовались, это генератор-рефератор от Яндекса, Яндекс.Весна. Вот похожие результаты, но там были использованы настолько точные термины, и вот эти все переходы были настолько плавные, что люди, цензоры не смогли отличить, сказать, что вот это же ерунда, это же исследование о том, как лист воды, лист бумаги плавает по воде на самом деле, и пропустили это все в научные журналы. Что же делать людям, если профессии исчезают, и компьютеры нас всех поработят, и так далее, и так далее. Есть такой термин надпрофессиональные навыки. Это навыки, которые нужны вне зависимости от того, каким делом вы занимаетесь. какое-то время назад это было чтение, умение писать и считать. С годами количество их увеличивалось. Самый главный, самый главный навык это способность обучаться. Обучаться нужно будет, уже сейчас нужно, на протяжении всей своей жизни. Профессии и в принципе занятия будут невероятно меняться. Например, если мы возьмем профессию программиста, которая мне наиболее близка, то в нашей профессии языки и инструменты меняются кардинально каждые два года. Каждые два года происходит кардинальное обновление всего. То есть, если я, например, два года не буду заниматься программированием, я приду и увижу, что я ничего не знаю, кроме языка. А язык на самом деле для программиста это очень маленькая часть знаний, которое ему необходимо. цифровая грамотность это тоже вещь, которая будет необходима абсолютно всем, как и командная работа, поскольку все вещи сейчас производятся в командах. Межотраслевая коммуникация это такой сложный термин, на самом деле который означает, что все больше новых продуктов и все больше нового будет создаваться в синергии между разными отраслями, как это произошло какое-то время назад в науке, если вы следите за научными какими-то открытиями, вы наверное заметили, что большинство интересных открытий произошло на стыке нескольких наук происходит сейчас. То же самое будет происходить в производстве и происходит в какой-то мере уже сейчас. Системное мышление, ориентация на клиента, бережливое производство, экологическое мышление, мы наконец-то начали задумываться, что в общем-то живем на планете и понимание проектирования интерфейсов и дизайна для потребителей. Это надпрофессиональные навыки, которые вам понадобятся в любом случае. В принципе, если у вас есть вопросы по ним, я готов ответить. UX это user experience, проектирование интерфейсов. это действительно важная вещь сегодня и еще более важной она будет завтра. Это навыки, которые вам хорошо бы освоить. Это навыки важных для как в туалет. Да, как база, как раньше было читать и считать. Сейчас это уже вообще в принципе само собой разумеющийся, ну как ходить в так сказать в туалет. А вот эти вот навыки считаются во всяком случае, я в принципе согласен, считаются очень многими людьми навыками, которые будут необходимы любому человеку через 10 лет. Если вам интересно на чем это основано, я могу сказать ссылку. Это исследование атлас 100, атлас новых профессий. Вот. Да. Но на самом деле они перекликаются со многими другими исследованиями. Здесь список немного изменен. Да. Как подсоединяются экологические напрямки производства с тем, что сейчас употребляют и продолжаются в том, что не верят в теории бываем нацепрения для того, чтобы наоборот будет эффективно производство удевать и условить человеческий рост отказаться качественного движения и переживания. Я могу бесконечно говорить о политике и о том, как социальные условия в Америке повлияли на выбор американского президента, но на самом деле именно что касается Трампа и Америки, если он хочет наращивать производство и делать его более экономичным, то он перейдет на зеленые технологии, потому что они сейчас уже становятся более выгодными. Это уже происходит, да. То, что здесь написано с тем, что происходит сейчас в мире, очень мало на самом деле соотносится. Это все навыки, которые будут необходимы через 10 лет. Сейчас они будут чрезвычайно полезны, особенно если вы хотите действительно изменить мир за следующие 10 лет. То, что я вам сейчас рассказываю и любые вообще в принципе прогнозы на будущее, они на самом деле могут и не сбыться, потому что все еще существует ядерное оружие в мире, и сейчас каждый школьник может создать смертельный вирус, спасибо новым технологиям в биологии, биомедицине, которые уничтожат все население планеты. Но я надеюсь на лучшее, я надеюсь, что вы в частности посодействуете тому, чтобы все те вещи, о которых я рассказал, они сбылись. возможно, но мы вообще очень много знаем о том, как мы мало знаем о том, как мы думаем на самом деле. По поводу обучения расскажу вам очень простую историю. Вы просто уже все поступили в высшее учебное заведение, поэтому я убрал часть слайдов. На самом деле у меня есть история личная, которая рассказывает о том, как тяжело обучаться с возрастом. Я не учился в ВУЗе, и мне понадобилась высшая математика в 26 лет. Ну, там, по ходу профессиональной деятельности. И я на себе ощутил, насколько медленнее двигаются мозги, когда ты пропустил большое время обучения, перестал обучаться. есть такая гипотеза, что если решать кроссворды, заниматься какими-то шахматами, например, активно, то мозг не будет буксовать, он не будет стареть, будет развиваться. Недавно, я не скажу вам ссылки на это исследование, к сожалению, но недавно была такая информация, что провели исследование по поводу того, как влияет решение головоломок на общие интеллектуальные способности. И вывод ученых был прост. Решение головоломок тренирует способность решать головоломки. Все. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас мозг двигался все так же пластично, вы должны постоянно учиться. Если вы остановитесь на какое-то время, вам будет тяжело. Новых технологий для этого не нужно. Достаточно тех, которые есть уже несколько сотен лет, книжек, например. или интернет. Если вы будете учиться и подкреплять это все практикой, постоянно наращивая знания и опыт, то, скорее всего, у вас все будет хорошо. Да. начнем с того, что я стараюсь вообще свои прогнозы вследствие своей ограниченной компетенции не делать. я рассказываю о том, что прогнозируют другие люди, которые гораздо больше понимают, чем я. Если верить Атласу 100, результат исследований в том числе Сколково и ряда других, РВК, ряд других структур, то актуальными будут профессии опять же на стыке информатики, IT, можно так сказать, и ряда других профессий, например, медицина, биомедицина, биопрограммирование, вот одна из профессий, которые они считают будут востребованы. Специалисты по безопасности, поскольку информация становится все более открытой, мы живем все более и более открытом мире, людям хочется все более и более приватности и становится иногда прям реальные проблемы возникают, например, сейчас есть ДНК-диагностика, если вашу ДНК украдут, то там через 10-20 лет, когда на ней будут основаны технологии авторизации, вы можете потерять вообще все, что имеете, включая свою личность. Поэтому специалисты по безопасности все фундаментальные науки сто процентов будут востребованы, особенно те, в которых развитие только началось. Это, например, психология и в частности когнитивная психология. Это мега востребованная вещь уже сейчас, и она будет еще более востребованной завтра. Надеюсь, я ответил на вопрос. Все загрустили как-то. Нет? Ну, как минимум одна девушка весела. Видимо, ее профессия попала в список мной назван. Да? Нет? Все тогда? Все, спасибо вам! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ